Торжественное открытие на площади перед Водным дворцом стало яркой страницей в летописи областных соревнований среди работников исполнительных и распорядительных органов Брестской области. Лучшие представители районов приехали на славную пружанскую землю, чтобы определить самых ловких и метких, самых выносливых и спортивных чиновников региона. Для проведения такого уровня соревнований пружанские спортивные объекты были выбраны не случайно. В городе есть все условия для занятия спортом. Возможно, поэтому секции активного отдыха, бассейны и катки посещают практически каждый пятый местный житель. Здесь созданы прекрасные условия для спорта. И не только для спортивных занятий и состязаний, но и для активного семейного отдыха. Однако, многие из вас наверняка помнят, что когда 4 года назад мы открывали водный вид спорта, возникали вопросы, оправдает ли себя вот этот объект, насколько он будет востребован не только будущими спортсменами, любителями спорта, но и жителями города пружан. И время показало, что эти сомнения были напрасны. У нас на наш небольшой район по численности 162 спортивных объекта, у нас 2 аквапарка, 7 бассейнов, можете себе представить, Ледовый дворец и масса других сооружений. Сооружений не только государственных, но и частных, спортивных частных сооружений. Поэтому пружанцы занимаются спортом активно. Мы говорили, что каждый пятый однозначно участвует в различных спортивных соревнованиях и занятиях спортом. Константин Сумар уверен, такие спартакиады помогают сплотить большой коллектив, учат работать командой. Здесь нет главных и побочных игроков. Каждый имеет свои обязанности, грамотное исполнение которых приводит к высокому результату. Эта же коллективная система хорошо срабатывает и в повседневной жизни. Любое соревнование, оно как раз позволяет или заставляет в доле секунды принять определенные решения. Решения оптимальные для того, чтобы победить соперника. Поэтому в работе тоже это очень важно. Очень вовремя сориентироваться, где-то перестроиться для того, чтобы достичь той цели, тех результатов, как я всегда говорю, с наименьшими затратами и с большей эффективностью. Поэтому оно помогает, скажу. Но самое главное, оно вырабатывает у нас, в нашем коллективе, который я называю вертикалью, вызывает или вырабатывает слаженность работы и коллективность труда. Председатель Брестского облсполкома на Спартакеаде не гость, а полноправный участник. В дарте и бильярде побороть Константина Сумара соперником было трудно. Высокий итоговый результат, 113 очков и бильярдный счет 8-2 принадлежит именно ему. Тем временем на спортивных площадках продолжали проходить не менее увлекательные и интересные испытания. На открытой спортивной площадке состоялась финальная игра по мини-футболу. На поле традиционно встретились две сильнейшие команды. Команда областного исполнительного комитета соревновалась с дружиной из Лунинца. Интрига на поле сохранялась до последних секунд. Итог – дружный коллектив из полкома – лидер. Лунинец – наш постоянный за последние годы и самый серьезный соперник. Это очевидно. У них собралась очень солидная компания, тем почетнее эта победа. Но и так получается, что мы чередуем победы. Мы победили в прошлом году, а они сейчас с новыми. Надеемся в следующем году прервать эту традицию и снова остаться на этой позиции. В 15-й спартакиаде среди работников, исполнителей и распорядительных органов Брестской области уже традиционно принимают участие и представители силовых ведомств. Спасатели, пограничники, представители комитета государственного контроля соревновались в своих номинациях. Болельщики с особым азартом поддерживали своих фаворитов. А они, в свою очередь, старались не подвести. Сегодня в этом прекрасном турнире мы заняли второе место. Уступили силовым своим братьям, так сказать, по службе УВД сотрудникам. Поэтому у нас второе, почетное. Рад, безмерно. А в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы – волейбольный финал. На площадке команда хозяев 15-й спартакиады вела решающую игру против дружного спортивного коллектива Брестского облсполкома. И с каждой минутой ситуация становилась все более напряженной. Последнее решающее очко в свою копилку внесла команда области. Однако самым долгожданным событием стало подведение итогов. На сцене Дома культуры из рук председателя облсполкома сильнейшие получили почетные заслуженные награды. На протяжении двух дней, встречая одинаково эмоционально каждое поражение и победу, работники исполнительных и распорядительных органов Брестской области доказали, что могут проявить себя не только в качестве талантливых руководителей и знающих специалистов, но и заядлых спортсменов, которые постоянно тренируются, тем самым поддерживая хорошую физическую форму. А потому на таких руководителей важно и нужно равняться. Тогда любая трудность будет по плечу.